Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. С вами Фархад Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Они готовы пойти за директором. А в Тугайском районе новый конфликт. Подробности у Эльмира Гайниудиновой. Помощь потребовалась медикам. На пересечении Сюембике и Вахитова произошла жуткая авария. Дикие кабаны, лисы, бездомные собаки. Непрошенные гости все чаще появляются на улицах Челнов. Подробнее о материале Христины Балабановой. Яйцо, мука и частичка души. Волонтеры изготавливают домашнюю лапшу для военнослужащих. Подробности в материале Лисанга Дрошитова. Тукаевский район Штармид. Громким скандалом обернулось увольнение директора школы в Малой Шельне. Также заявление написали учителя. Эта новость для многих стала неожиданностью. Родители отстаивают руководителя образовательного учреждения и не понимают, в чем причина, что он написал заявление на увольнение. Накануне туда приехали представители Тукаевской администрации. Но сельчане ждали главу района. Атмосфера встречи была накаленной до предела. В этом убедилась и моя коллега Эльмира Гайнудинова. Не дождавшись главы Тукаевского района, некоторые родители предпочли покинуть собрание. А те, кто не ушел до конца, просили оставить в должности директора и весь педагогический состав школы в Малой Шельне. Официально заявляю Рузарину Итусовичу, никто не давал команду и не советовал писать заявление. Пиши заявление, увольняйся, ему никто не сказал. Если Рузарину Итусовичу уволятся, что нежелательно ни для нас, ни для детей, значит на его место будет назначен другой директор. Нам не нужен другой директор. А родители учеников заполнили весь коридор школы. Я его знаю как педагога, как человека. То есть очень хорошо. То есть если кто-то не прав, он ему говорит в лицо, ты не прав. Если ребенок прав, он всегда защищал ребенка. Директор у нас очень хорош, учителя очень хорошие. Но если они уволятся, предназначены, как дети будут учиться. Кроме того, родители настаивают, им необходима новая школа. Вы можете посмотреть, что у нас нет актового зала. А актовый зал состоит вот, где мы проводим все мероприятия. У нас население очень большое, оно растет. Нам необходима эта школа. У нас большие микрорайоны уже стоят. Школа перегружена, столовая перегружена. При этом он умедряется как-то организовать учебный процесс. Помимо директора школы Рузали Сафина заявление написали и учителя. Мы этого человека уважаем, во всем его поддерживали. С его стороны, в нашу сторону было тоже только уважение и понимание. Да, большая часть учителей нашего педагогического коллектива написали заявление. Я в их числе. Если директор останется, то вы тоже? Ну да. Я люблю свою работу. Мне нравится работать. Мне нравится работать с детьми. И поэтому, если директор останется, я останусь на своей работе. Родители учеников просили Рузали Сафина не оставлять их детей сиротами, а это около 500 школьников. Я педагог четвертого поколения. У меня у матери стажа 35 лет. Я все это прекрасно понимаю. У меня супруга учительница. Я все прекрасно понимаю. Я за ваших детей, я сами видели, что только не делал. Я все делал ради детей, чтобы у них все было. Собрание завершилось, но окончательная точка в этом деле так еще и не поставлена. Родители учеников рассчитывают на то, что глава Тукаевского района встретится с ними для того, чтобы все обсудить. А вопросов накопилось достаточно. Как сообщили жители Малыш и Льны, они намерены не только отстаять директора школы, но и добиться всей образовательной инфраструктуры. Жители просят детский сад, новую школу. Также требуется поликлиника. Медики ехали на вызов, но помощь понадобилась им самим. Накануне в набережных Челнах произошла страшная авария. На перекрестке проспекта Вахитова и Сюембике столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Не обошлось без пострадавших. Сегодня Лиля Гатина попыталась разобраться, что произошло на этом перекрестке. Авария на перекрестке проспекта в Сюембике Вахитова произошла в 20 часов 40 минут. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с автомобилем Ауди. В результате сильного удара скорую отбросило на бордюр и металлическое ограждение, после чего она опрокинулась. В момент аварии на автомобиле медиков были включены проблесковые маячки, но не было специального звукового сигнала, отметили автоинспекторы. Не обошлось без пострадавших. Все они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Фильчеры водитель находятся в травматологическом отделении. Их состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. Состояние второго фильчера тяжелое. Он продолжает получать лечение в отделении реанимации. В карете скорой помощи пациентов не было. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов. Чуть больше повезло водителю Ауди. После осмотра медиками он был отпущен домой. Как стало известно, за рулем иномарки находился Александр Белоусов, радиоведущий и управляющий одним из ресторанов. Кроме того, чуть позже выяснились новые подробности. В то же время сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель Ауди не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством, а также не было оформлено поле СОСАГО. На водителя легкового автомобиля составлены административные материалы по части 1 ст. 12.7 и по части 2 ст. 12.37 Кодекса РФ об административном правонарушении. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Следственный комитет Республики уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Лилия Гатина, Артем Колесов, Новости, Челны ТВ. Продолжение темы происшествий. В отделении Республиканского центра материальной помощи случился пожар. По предварительным данным сгорели документы и мебель. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 64 человека, 35 из которых вышли самостоятельно. В результате пожара пострадали 7 человек. Трое из них госпитализированы. По предварительной информации, все они отравились продуктами горения. В результате пожара сгорело помещение на первом этаже бывшей клиентской службы и центра материальной помощи. В ходе тушения пожара спасено 29 человек. Из них пострадало 7 человек. По факту пожара в настоящее время проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Непрошенные гости на Челнинских улицах. Недавно горожане наблюдали, как по детской площадке пробегала леса. Но больше всех беспокоит наличие огромного количества бездомных голодных собак. Только за январь 2023 года поступила 31 заявка по отлову бродяг. Что делать с безнадзорными животными и как от них не пострадать, расскажет Христина Балабанова. Жители Автограда озадачены тем, что дикие звери начали появляться в городе. При этом количество ставших бездомными собак с каждым днем увеличивается в разы. Проблему нужно решать, говорят они. Выход один. Строительство приютов. Считают челнинцы. Куда-то приютить. Больше что с ними делать. Отстреливать, конечно, нет. Жалко их. Понятно, что должно быть. Место где-то должно быть. Чтобы за городом питомник какой-то содержали. Ну это все говорят про это. Статистика отлова бездомных собак остается стабильной. Увеличения и уменьшения нет. За 2022 год было отловлено 1501 безнадзорное животное. Из них 1033 стерилизованы и отпущены в прежние места обитания. Всего 344 животных переданы новым владельцам. Хотелось бы всех еще раз предупредить, что нельзя подкармливать бездомных собак на территории школ, детских садов, институтов и в общественных пространствах, в парках, скверах, тех местах, где гуляют люди. В администрации города пояснили, в случае встречи с бездомными животными, горожанам необходимо обратиться в районную администрацию, а также в управление городского хозяйства. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Заявки по отлову животных отрабатываются в течение часа. Христина Балабанова, Игорь Алхабзе, Ленар Султанов, Новости Ченнл ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Продолжение следует... Вы смотрите новости на Челны ТВ и мы продолжаем. Меню военнослужащих становится разнообразнее. Волонтеры продолжают придумывать готовые сухие блюда. На этот раз они решили порадовать солдат супом «Татарская лапша». Подробности далее. В этом небольшом помещении пожилые волонтеры под руководством своего куратора работают как единый механизм. Одни нарезают лапшу, другие кладут ее в пакеты. Нина Алексеевна, взвешиваем 50 грамм. Каждая упаковка супа рассчитана на две порции. В нее входит домашняя лапша, сушеная картошка, лук и зелень. Домашнюю лапшу вместе с сушеной картошкой мы вакуумируем. Получается, на полтора литра воды мы кладем всю эту смесь. И уже через 15 минут блюдо можно попробовать. Готовый суп из домашней лапши – это не только забота о здоровье военнослужащих. Это еще и привет из Татарстана, отмечают активисты. Это лапша сделана с душой. Это, ну как сказать, будем даже говорить, может быть, и с молитвой. Это чтобы было все хорошо у нас на фронте. Мы делаем с любовью. Говорят, у стариков песок сыпется. Нет, у нас был этот порох, не сгоревший в молодости. А они вот этот порох подожгли, и мы засветились все. Всего инициативная группа планирует изготовить 50 порций. Пока это пробная партия. Она отправится к военнослужащим в ближайшие дни. Лисан Габдрашитова, Артем Колесов, Новости, Челни ТВ. Тем временем в набережных Челнах продолжается сбор и отправка гуманитарной и шефской помощи для жителей ЛНР и ДНР, а также для военнослужащих. Сейчас в Лисичанске продолжает трудиться наш челнинский волонтер Рустам Гатин. Его полевая кухня кормит местных жителей. В настоящее время готовится очередная партия продуктов для отправки. Лиля Гатина продолжит тему. Рустам Гатин уже несколько месяцев находится в Лисичанске. Вместе со своей командой они ежедневно кормят около пяти тысяч мирных жителей. Продуктами полевую кухню обеспечивают набережные Челны. На прошлой неделе в помощь волонтерам отправили КАМАЗ. Едем на КАМАЗе, компас, перевозим продукты с одного места на другое место, по городу, по Лисичанску. КАМАЗ вообще прекрасный, удобный. До этого не приходилось ездить на таком КАМАЗе, а сейчас вот прям даже не чувствуется, как будто на легковой машине. Короче, супер классный автомобиль. Также челнинские волонтеры раздают местным жителям ледянки, отправленные друзьями-предпринимателями. Всего порядка 120 штук. Вот передаем ледянке. Встретим. Бабушку сейчас. Бабушку пригласили. Нет у нее. Воду таскать. Я ее уже натаскала. Бабушка. Бабушка. Это большое вам спасибо. Пользуйтесь, ладно? Да, спасибо вам большое. Дай вам здоровья. В настоящее время набережные челны готовят очередную партию гуманитарной помощи. На это выделяем финансовые ресурсы. Это за нами. Приготовление пищи из тех продуктов, которые мы приобретаем, направляем, это за Рустамом Гатином. Мы так договорились. Поэтому оборудование туда направлено, тормоза туда направлены, пятитонный новый, абсолютно новый грузовичок мы приобрели, нашли финансовые ресурсы и направили. Он работает. Помимо этого, помощь оказывается и семьям военнослужащих под особым контролем Управления здравоохранения и реабилитация бойцов. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Ангелы в белых халатах. Под таким названием в Татарстане прошел медицинский фестиваль. Всего на один день старшеклассникам были открыты двери республиканских больниц, лечебных и профилактических учреждений. В набережных Челнах будущие выпускники школ смогли посетить КДМЦ. Ксения Крайнова с профессией определилась еще в детстве. Для себя она решила точно – станет врачом-хирургом или анестезиологом-реаниматологом. Как признается девушка, хочет спасать жизни. Моя двоюродная сестра – врач, и меня это вдохновило. Она рассказывала о сложностях своей работы, но меня это не остановило. Поэтому в 10 класс я пошла в 19 школу, в медицинский класс. Да, путь недолгий, я езжу с ГЭСа в Новый город. Ксения прошла на медицинский фестиваль «Ангел в белых халатах», как и другие школьники. Более ста учеников, которые в будущем мечтают пополнить ряды врачей. Меня заинтересовала эта профессия после того, как мой брат выбрал то же самое направление. Он достиг успехов определенных, работает на данный момент в данной больнице. Помощь людям, скорее всего, больше всего, мне нравится. То, что как-то благо обществу приносит. Узнать о профессии изнутри и пообщаться с медработниками ученики старших классов смогли в КДМЦ. Ежегодный фестиваль «Ангелы в белых халатах», целью которого является привлечение и увеличение кадров потенциала медицинской отрасли в формате живого общения с подрастающим поколением. Нельзя подготовить врача только в учебных аудиториях. Врач готовится в отделение у постели больного во взаимодействии с командой других врачей. Медицинский фестиваль «Ангелы в белых халатах» продлится до 15 февраля. Эльмира Гаинудинова, Кирилл Хапсейн, Новости, Челны ТВ. Недетские страсти кипели в ЗАГ-арене. А ребятам всего 6-7 лет. В Челнах прошел однодневный детский турнир по футболу. Помимо хозяев поля, в автограк приехали юные спортсмены из Нижнекамска и Елабуги. Поболеть за футболистов отправилась и наша съемочная группа. Больше, чем сами юные футболисты переживали их родители. Особенно на поле хорошо было слышно Анну Куликову. По ее словам, она не пропускает ни одной игры своего сына и всегда его поддерживает. Он даже тренера может не слышать на меня, но он вообще 100% очень хорошо понимает то, что я кричу. Он не говорит то, что я ругаюсь. Он знает то, что я волнуюсь и хочет меня обрадовать своими голами. Надо хорошо забивать, хорошо обыграть и хорошо бегать. Вот такие нехитрые секреты победы от юных футболистов. Нам понравился, мы выигрываем, очень круто мы играем, но другие тоже нормально. Штрафной бык у них, у других черных. Я этому радовался, потому что я сразу же хотел выбежать и забить в гол. Гол один забил, но очень больно, когда мне повалили вот здесь вот. Турнир по футболу объединил 10 команд из Челнов, Нижнекамской и Лабуги. Это формат турнира. Две группы по пять команд. Внутри каждой группы команда, каждая с каждой сыграет. Далее уже мы делим команды на разные лиги. Бронзовая лига – это команды, которые заняли пятые места. Команды, которые третьи, четвертые места, они будут играть в Серебряной лиге. А в Золотой лиге играли команды, которые заняли в своих группах первые и вторые места. Каждого участника наградили медалью и дипломом. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. До встречи на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok